жирный голод на связи сходил в магазин 100 рублей отнес купил кваса вот этого традиционного будем сейчас дегустировать и вот эту вот офигительную лапшичку всего лишь по 10 рублей за штучку нормальная цена нормально это не пятерочка вам не пятерочка нормальный магазин бывает бывают нормальные магазины господа вот пятерочку не надо ходить сейчас вы все и так знаете без меня короче у вас там если вы живете где-то далеко там у вас есть светофоры вот всякие магазины склады короче да вот в московской области чижики вот москве уже сейчас тоже чижики для самых короче нищебродные магазины короче но суть не в этом лапша нормальная будет лапша то будет нормально там и дешевле есть там есть по 7 рублей или по 6 вообще короче как в ашане было самое дешевое вообще только еще дешевле чем в ашане лапша то будет нормально это однозначно мало чем уже испортите вот квас квас это сейчас будем дегустировать как раз для этого все и делается можно ли дешевый квас покупать лакинский завод короче это хорошо это хорошо лакинский завод знаете почему по 6 заводов только квас и надо брать в общем то тогда это может быть квас и не газировка но сомнительно бренд фанап бренд фанап что странно у них вроде есть свой бренд зачем они под другим еще квас делают ладно это какие-то местные там их разборки нам надо просто открывать смотреть благородный дымок и дегустировать благородный дымок если есть то совсем совсем небольшой так что благородного дымку не зачет давайте короче наливать и болен бутылка дешевые проминается моментально короче бывает бывает это можно было ожидать так цвет до бутылка конечно крашеная вот что я не обнаружил то сразу его цвет он совсем слабый совсем слабый цвет вообще какой-то вяренный цвет цвет водицы и водица так и водица слабая слабая водица короче да бутылка покрашенная обман местного спрайт короче спрайт тоже все думают что он зеленый а там бутылка покрашена и тут такой же под цвет кваса бутылка покрашена поскольку квас цветом и не удался лохотрон и обман сразу начался представляете цвет никакой запах очень слабый но дрожжевой но дрожжевой это респект заранее а вкус господа а вкус кваса определенно есть вот чего не хотите короче не думайте да кисловатый такой он кисловатый при том квас как будто он чуть чуть недоделанный слабенький такой кисловатый и вот кисловатость это основной вкус этого кваса так что вот так ну на четверку с учетом цены четверка с плюсом чё вы хотели лапшину купил блин этой кваса сатэна отдал всего в пятерке на сатэн ничего не купишь короче только и баночку энергетику только маленькую и то только дешевого энергетика а тут нормально запивака родные сойдет